Итак, мы провязали 16 рядов. На 17 ряде снова провязываете нашу внутреннюю сторону метеночки, провязываете лицевой гладью первую спицу, затем вторую начинаете, вяжете, как всегда, лицевая, 3 петли риса, 1, 2, 3. Будьте внимательны, если ниточки делятся, будьте внимательны, чтобы не провязали несколько петель в одной. Теперь смотрите, нам 4 оставшиеся на спице нужно перекрестить с наклоном вправо. Мы 2 петли снимаем со спицы и оставляем за работой. Оставшиеся провязываем лицевую, одну и вторую петель. И с задней спицы снова провязываете 2 лицевые. То есть у вас 4 лицевые должны быть. Теперь снова нам нужно перекрестить, но только с наклоном влево. Поэтому мы 2 передние оставляем перед работой. Провязываем 2 задние оставшиеся. И передние вот так вот аккуратненько перекручиваете. И также провязываете 3-ю, 4-ю лицевую. У нас получилось с наклоном влево. Дополнительную спицу отлаживаете в сторону и довязываете ряд. Первая у нас была изморочная от салона. Теперь 3 петли риса. И последняя лицевая. То есть мы снова перекрестили с наклонами. Видите, как снизу было, так и сверху. Теперь снова провязываете 2 спицы лицевыми внутренней стороны. Без сменения. 5, 6, 7, 8, 9. Рассчитывайте иногда, чтобы вы не запутались. То есть всегда на этих спицах, без изменения, по 2 пути. Вот, попробуем сменять цель по 9. Чтобы нигде не упустили. И снова переходите на узор совы. Первый лицевый, без изменения. Затем 3 петли узора риса. 2, 2, 3. Изнаночная. И теперь по узору вложите. 1, 2, 3, 4 лицевых. И снова здесь 5, 6, 7, 8. Вот у нас и собралась сова, снова 8. И одна изнаночная от совы. Вот, сейчас мы с вами провязали 18-й ряд. Теперь с 18-го, то бишь уже с 19-го ряда по 22-м, вы снова вяжете по рисунку. Встречаемся с вами на 23-м ряду. Итак, мы довязав 22-й ряд всего лишь на внутреннюю сторону, последнюю спицу, мы провязываем этот ряд так, смотрите. Провязываем 2 лицевые. И берем дополнительную ниточку, смотрите, не совсем длинную. То есть вот так вот берете, отлаживаете основную нить в сторону и с этой дополнительной нитью провязываете 2-ю 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И как бы возвращаете вот эти петельки, 5 цветных, можете однополные делать, как хотите, это у нас будет дополнительная ниточка, которая нигде не фиксирует. Можете взять из остаток ниточек. И как бы надевая их на основную спицу нашу, снова провязываете, но уже нашей основной нитью. Вот так вот их 5. И довязываете 2 оставшиеся. Подтягиваете, смотрите, аккуратненько, чтобы они не слетели. Можете даже немножечко какой-нибудь собой довязать, чтобы они у нас не были подосновлены. И отлаживаете. Смотрите, для чего это делается. Вот эти 5 петелечек средних, 2, смотрите, петли мы оставили до них, 2 после них. Из этих 5 петелечек у нас будет состоять пальчик. Вот этот пальчик будет вывязываться с этих 5 открытых петелечек. Мы потом распустим цветную ниточку, и с нее будем вывязывать пальчик. Есть метеночки просто с прорезом, есть закрываем петли. Мы будем довязывать. То есть у нас будет, как вы видели, с вот таким вот, ну, самого рода, как полупальчиком. И дальше продолжаете вязать. Вот, оттягиваете брак, чтобы у вас не вылетали спицы. Дальше продолжаете вязать лицевыми петлями внутреннюю сторону первой спицы. И должно быть у вас 9, всегда вы так помните при вязании, просчитывайте, чтобы нигде не потянули. Теперь мы будем вязать 23 петельных. Первую, как всегда, мы снимаем лицевой. Теперь 3 петли риса. Одна измамочная. И снова будем делать наклоны. На первой наклон мы делаем вправо, снимаем 2 петли на дополнительную спицу и оставляем за работой. 2 петли провязываем лицевую. И те, которые за работой, также планируем лицевыми. И те, которые за работой, также планируем лицевыми. Затем нам нужно сделать второе перекрещивание с наклоном в левую сторону. Две петли снимаем из четырех, оставляем 2 петли в левую сторону. Я обычно провязываю на эту же, могу там на другую спицу. Ну, бывает я вот основной узор, если он на лицевой стороне, не вяжу, не спица, не так удобнее. Ну, чтобы вам было понятно, я делю на две части. И теперь третью черелку довязываю на основную спицу. Видите, даже удобнее, не теряется нигде, ни спицы не мешают, нигде не теряется на ключе. Теперь снова одно обналочное, три петли в левую сторону. И последнее лицевое. У нас, вот видите, я вам хотела специально, почему на одну проявилась вот такая вот сона. Вот, по-моему, не видно. Вот здесь вот я пришью глазки, чтобы, ну, более, как говорится, на солушку было похоже. И если вы увидите, даже если однотонная метеночка, вы увидите этот, ну, как бы, рисуночек очень четко, вживую. Как бы, на камере это я вот смотрю не очень, как бы, видно. Но вживую оно будет, особенно если выделяться глазки, можете носик, ну, то есть я обычно глазки только делаю, мне не нравится, как выглядит носик. Вот это пузико, вот это, можно сделать так же рисом, как вот здесь, вот будет тоже оригинально. Но для меня, как бы, можете вот две основные вот, две вот здесь петелечки оставлять лицевыми. Вот здесь вот пузико, внутреннее, как бы, вот эти четыре петелечки, можете провязывать тоже, вот, и рисом. Либо здесь можете две какие-то изнаночные делать, вместо бусины у нас, или пузырочек у нас. В общем, как у вас фантазия играет, как вам нравится. Ну, а как, в принципе, смотрите, получается довольно-таки ровненько. Все аккуратненько. И здесь, как мы видели, оставляем для панча. То есть, по-моему, или панча. Соответственно, когда будете вязать вторую пеночку, она вяжется аналогично. Я потом еще раз вам расскажу. Она аналогично вяжется как эта. Только смотрите уже на вот этой спице. Будете оставлять по две петли. И средние пять петель провязывать на вот такую же дополнительную ниточку. Поэтому будьте внимательны, как бы, с провязыванием. То есть, налевую, на правую руку, как бы, учитывайте все это. Сейчас мы еще привяжем последний ряд совы. Тут все без изменений, все отлично. Все ровненько, все гладенько. Смотрите внимательно около ниточки. Делятся, а то смотрите внимательно, что они не состакивают. И все должно быть идеально гладко и ровно. Если вдруг чего-то, подбирайте петельки, подбирайте, что-то считывайте. Я вам еще раз повторю, чтобы все было прям лицевой. Очень даже ни к чему придаться, чтобы не было со мной же с ним. Три петли лица. И вяжите вот эту изнаночную лицевую. И смотрите, из восьми петель совы нашей вяжете первую лицевую по узору. Три изнаночных. Один, два, три. Теперь снова три изнаночных со второй получается наша спица узора. И последнюю восьмую вяжете снова лицевой. Теперь одну изнаночную после совы. Три петли лица. Один, два, три. И лицевой последнюю. И так мы закончили полностью нашу сову. Для чего был последний ряд вот такой по петле лицевых по бокам? Для того, чтобы вот такие своего рода ушки, рожки, вот эти совушки, они вот хорошо здесь видны. Для того, чтобы они выделялись, как будто сама сова, мы провязали вот эти вот шесть петель изнаночные. Саву мы закончили. Итак, встретимся в следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok